Строительство школы на 110 мест в селе Нижняя Пёша планируется завершить в текущем году. До 10 сентября ожидается доставка недостающих стройматериалов. По словам руководителя проекта строительства школы компании «Солярис» Алексея Яковлева, на объекте трудится порядка 25 человек, имеется и вся необходимая техника. Компания «Солярис» приступила к строительству школы в 2013 году. Через два года объект планировали сдать в эксплуатацию, но из-за форс-мажорных обстоятельств, минувшую осенью затонула баржа со стройматериалами, сроки сдачи перенесли. Сейчас строительные работы вошли в завершающую стадию. Рабочих рук у них хватает, работает не одна бригада. Работы ведутся очень активно. Нарушку они сейчас стараются закончить до заморозков. И сейчас у них идут работы по установке перегородов, электрооборудование и так далее. У них как следом всё идёт. Генпланом предусмотрено строительство учебного корпуса, пожарного водоёма, игровой, спортивный и хозяйственный площадок. По словам руководителя проекта строительства школы в селе Нижняя Пёша компании «Солярис» Алексея Яковлева, школа имеет двойной уровень противопожарной безопасности. Здание из металлоконструкции, и металлоконструкция покрывается обнезащитной краской. И двойной слой гипсокартона везде закрывает металлоконструкцию. В принципе, я бы это не назвал ошибкой проектировщика, но наоборот, хорошая, здоровая пересраховка. Напомню, изначально муниципальный контракт был заключён в октябре 2012 года с компанией «Евростроймонолит». В 2013 году контракт с данной организацией был расторгнут, и новым подрядчиком на объекте стало общество с ограниченной ответственностью «Солярис». По данным подрядной организации, объект планируется ввести в эксплуатацию к концу текущего года. Продолжение следует... Продолжение следует...